Честному и государственному деятелю, кавалеру орденов Трудового Красного Знамени и Знака Почёта Али Зулканаровичу Алиеву. Сегодня уже, давайте поаплодируем этому великому борцу. Сегодня уже говорилось о том, что он начинал в трудные времена. Он шёл, его талант реализовывался, его поддерживал его народ, его земля. И, как говорилось, уже не было тогда такой тренерской школы, не было таких замечательных дворцов, как сегодня есть в Дагестане. Он многое делал один, и поэтому особое уважение вызывает у нас, и ещё он нам создаёт прекрасный пример. Нет такой задачи, благородной задачи, которую не решил бы человек, и тем более жители республики, если эта задача, ещё раз подчёркиваю, благородная и высокая. Мы постоянно встречаемся с такими задачами в нашей жизни. И этот пример, он рождает уверенность и у нас, и у взрослых, и у наших детей, что очень важно. Наша республика воспитывает немало выдающихся спортсменов, тренеров, которыми горденцы. Мы все, которые широко известны в мире, которых уважают, очень и очень. Вы знаете, что у нас, Алия Суркалнаевич, не только символ национальной гордости Дагестана, но и всей многонациональной России. Сегодня, когда наших спортсменов, российских спортсменов, всё больше неправдами пытаются не пустить на соревнования, его пример особая для нас и сила, и уверенность в том, что всё равно мы своего добьёмся, и наш спорт займёт достойное место на мировом пьедестале. И хотелось бы ещё сказать о том, что вот этот дух, который постоянно Алия Алиев демонстрировал, дух, который в нашей стране, да и за рубежом называют характером горца, он ко многому обязывает сегодня живущих в Дагестане, народ Дагестана. И мне хочется сейчас всем нам пожелать, чтобы мы вот сейчас, отдавая должное этому великому борцу, великому человеку, задумались, что можем сделать мы, что мы можем сделать сами, что мы можем помочь сделать нашим детям. Во славу Дагестана!